здравствуйте мои дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube была вас одова сегодняшняя тема розы мы ее продолжаем у вас все уже куплено и ваше понимание должно быть как-то удовлетворено понимание внимания любопытства значит розы просто уложены в горшки вы можете сейчас взять вот до каждый пакет убрать полиэтилен если он там есть если там тонкая бумага нет не убирайте ее в тонкую бумагу она ее фасуют все-таки наши зарубежные партнеры вот в полиэтилен фасуют наши местные партнеры и я имею ввиду полиэтилен не пакет вот этот вот а вот эту вот простите за выражение фигню зачем это сделано через это разве прорастут корни причем как они это пакуют господи разложили пленку до насыпали какую-то количество этого мха и начиная вот с краю завернули то есть пленка вот так около корнища мне зачем это надо господи услышьте меня я прошлом году вам весь мозг вынесла упаковщики так и хочет сказать на букву х что-нибудь значит смотрите вот это вы можете убрать а вот в этот пакет ну чтобы вам не рассаживать по горшкам а ваша забота вот это убираем совсем выстригаем да а вот в этот зеленый пакетик засыпаем почвы так чтобы он стал вот таким толстым вот так много засыпаем и вот в этом зеленом пакетике наша роза совершенно спокойно доживет до высадки в сад но сегодня речь не только об этом у меня на столе два горшка всего я их выбрала не случайно значит и горшок вот этот в нем большой театр это великолепнейшая красно-желтая роза с красными краями лепестков огромная просто по своему размеру но здесь посадочный материал очень хорошо выглядит то есть правильно у него уже есть корневая система у них а почки только начали распускаться это да это надо в холодильнике лежа все делать вот это куплено просто позавчера и это роза называется lovely green она нежно-салатного цвета очень много лепестковая очень красивая но у нее отроски просто невероятные вот у вас сейчас да у многих которые не купили сразу и не сделали все правильно для того чтобы роза выглядела как большой театр вот такие отроски в магазине других не продают что же делать тогда вы подходите к продавцу на вам говорит а вы отломайте и все вот представьте себе да отломайте и что у меня потом останется у розы нет такого потенциала которая бы на этом месте выгнала еще почки либо на другом месте у нее все посчитано она мама и она родит столько сколько сочтет нужным то есть все зависит от количества питания которое в корневище поэтому вот сейчас такие отроски причем они болезненно суховатые видите какие макушки засыхающие то есть в магазинах ты их там чуть стоят они себе прямо и слава тебе господи налили туда водички и хорошо а вы должны понимать что в каждый пакетик разорвав там этот полиэтилен если это полиэтилен так до полиэтилен опять встретился это бумага у некоторых и вот бумагу кстати снимать не надо можно с бумагой посадить и берите ножницы принесли домой ну нету выбора розы хочется смотрите поломанный видите я отрежу сухой сухая макушка я точку роста уберу я уберу и здесь точку роста вместе с листочком вот мне это не надо чтобы они такие вымахали убираю все все точки роста надо убрать но это не значит надо оторвать все подряд нет я уберу только точку роста вот тут поломанные вот смотрите видите их конечно придется убрать главное чтобы вот здесь на стволике были еще почки которые потом и распустятся и поверьте мне что если все сделать правильно да смотрите какая она опрятная стала хорошая но вот тут сухой листочек явно я его тоже вот вот так вот уберу потому что смотрите я убрала а вот видите пазуха листа и вот пазуха листа вот пазуха листа и это означает что отсюда выйдут новые побеги несущие бутоны а за лето она восстановится красавица у нее есть побеги не очень большие и это хорошо то есть это будет полноценно красивый правильно сформированный куст мы убираем полиэтиленовую замотку около корневища оставляем вот эти вот пакеты зеленые которые вы уже видели набиваемых землей это для того чтобы не возиться с горшками это правда очень сложно высаживать пересаживать и так далее подстригаем сразу как только принесли из магазина то что не нужно но не выламывая вот эти побеги напрочь нет ни в коем случае и чтобы эта роза себя хорошо чувствовала поставьте ее так чтобы рассеянный свет два-три дня на нее падал медленно и верно у нее начнут зеленеть листочки потом побеги потом она превратится в нормальное растение через два-три дня можете выставить ее уже на солнце но не яркая не на прямые солнечные лучи дайте ей адаптироваться вот и все что от вас требуется и не забывайте поливать иногда да и обязательно вводите на стакан воды до четырех капель циркона это корни образователь хороший всего доброго вам и до свидания